МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Транспорт шагнул вперед, но силы остались лошадиными во всем мире. Чем транспортная схема других городов и стран отличается от Красноярска? Красноярские даже на троллейбусах умудрялись гонять. С какими транспортными проблемами сталкиваются по уехавшим? За одно лето мою машину эвакуировали пять раз. И как за рубежом борются с нарушителями ПДД? Если, например, какого-то человека собьют, то здесь сразу же моментально лишают прав на 10 лет. Мы едва вышли из аэропорта в Праге, вот идем с вещами и уже можем говорить про общественный транспорт, потому что он, как говорят, очень удобный и доступный. Вот посмотрите, нас встретила Юля Мавшович, которая переехала меньше года назад. Юлия Мавшович считает, что в Праге идеальный общественный транспорт. И она без машины, представляете, приехала нас встретить. Во-первых, огромный тебе респект. И во-вторых, действительно все так комфортно в плане общественного транспорта. Ребят, я вам говорю, что до вашего отеля мы долетим буквально минут за 30. Ну, это как примерно доехать от Копылова до Северного. Звучит как вызов. От аэропорта до станции Анделл – это центр Праги. Решаем добираться на автобусе и метро. Смотрим обязательно по сторонам, потому что водители в Праге не очень охотно пропускают пассажиров. Я не знаю, с чем это связано, при том, что очень большие штрафы. И если, например, какого-то человека собьют, то здесь сразу же моментально лишают прав на 10 лет. Билет на общественный транспорт в Праге единый. С так называемой ездынкой можно проехать в метро, автобусе и трамвае. Цена зависит от времени, поэтому важно рассчитать, за сколько доедете. Сделать это несложно. Пражские автобусы ходят, как швейцарские часы. Они всегда чистые, всегда есть места, всегда уступают пожилым, например, людям. Здесь есть, кстати, мониторы, если вы обратите внимание, да, что вы видите, на какой остановке. Нет кондуктора, система самообслуживания, то есть Европа все на доверии. Но я опять же таки повторюсь, если вы не пробили билет, либо хотите проехать зайцем, то это доверие может вам вылиться в копеечку, потому что зайдет контролер и вас оштрафуют. Будний день, никаких остановок из-за пробок. Здесь вообще о заторах слышали края муха. Хотя при относительно одинаковом населении с Красноярском, в чешской столице в два раза больше машин. Попался мне русскоязычный водитель такси. Я у него спрашиваю, говорю, слушайте, ну вот едет трамбай. У нас такое бывает, что, ну, кто-нибудь взял и поставил на, как это правильно, полоса называется, на полосе общественного транспорта, кто не взял и поставил машину и ушел. Магазин отлучился, я такой, ну, я не представляю, что в Праге такое было возможно. Скорее всего, именно по этой причине здесь пробок как таковых нет. Спускаемся в метро. Оно неглубокое, если сравнивать с Питером. Да и разветвленностью не отличается, тут всего три ветки. Пражское метро строилось по советским технологиям с привлечением рабочих из СССР. В 58-м году в чешской столице появилась станция Московская. Позже ее переименовали в Андал. Вот туда с Юлей мы и направляемся. Подъезжаем к нашей станции. Время в пути 40 минут. И это с вещами, пересадками и без такси. Впечатляет. В городе с историческим центром больше камня, чем асфальта. Красиво, но резину жалко жалуются сами чешские водители. Улочки узкие и короткие, хотя есть и гиганты. Протяженность улицы Страконица 15,5 километров. Это на 2 километра длиннее, чем у красноярского рекордсмена Симафорны. Подводим итоги. Транспорт в Праге дороже, чем в Красноярске, но доступнее, комфортнее и разнообразнее. Общественный транспорт в Москве обходится в среднем в 2-2,5 тысячи в месяц. В Красноярске, если на автобусе ездить, например, на работу и обратно, потратите в два раза меньше. Зато в Москве разнообразие. Электрички, трамваи, троллейбусы, автобусы и метро. Одна поездка в подземке 55 рублей. Но с безлимитным проездом примерно за 2 тысячи 100 в месяц закатаетесь хоть до посинения. Предположительно, в Москве существует секретная линия метрополитена. Считается, что она связывает Кремль с бункерами для укрытия в случае опасности. Однако достоверных подтверждений этому нет. Сигей Макаров уже как два месяца пешеход. Переехал в столицу и отказался от автомобиля. Причин куча. Первое – парковки. Даже в его спальном районе бесплатных мест для машин нет. Покупка – это отдельная история. Вот здесь, например, кажется, что в районе 60 может быть рублей за час. Я не изучал момент, но определенно зависит от района. Да, в центре говорят, что в районе 200 рублей в час. Соответственно, если ты работаешь в офисе в центре… Сергей Макаров считает, что в Красноярске без машины не обойтись. В Москве наоборот. У пешеходов больше свободы. Поздравляю. Ты закладываешь тысячу рублей бюджета в день, да, на то, чтобы пользоваться машиной. На машине Сергей сам заработал, ее продал. А вот бывший красноярский телеведущий Александр Смол с любимой иномаркой расстаться не смог. Теперь жалеет. У меня есть машина, я перевез ее отсюда. Ну, мы ездим буквально там в выходные куда-нибудь в супермаркет. Так передвигаться на машине нет смысла. Я поклонник общественного транспорта Москвы. Пробки – главная столичная боль. Избавляет от нее не только общественный транспорт, но и такси, уверяет фотограф Маша Джонсон. У девушки в день по 2-3 съемки. И ведь везде успевает. Заметила такой огромный бонус. Здесь такси разрешено ездить по правой полосе, вот по автобусной. И это дико экономит время, потому что даже когда самые, ну, такие недвигающиеся пробки, когда просто все стоит, ты на такси в любом случае едешь вместе с общественным транспортом, ты куда-то хотя бы движешься. Цены на такси в Москве разные. Подсказка – бомбилы с дороги возьмут за любую поездку в 2-3 раза больше. А вот через сервисы такси вызвать машину дешевле. Мне до центра, например, доехать 230 рублей. Ну, три станции метро. Я проверяла на другой конец города без пробок. Ну, там уже, конечно, да, 500-700 рублей, но я как-то из планеты ехала до правого берега, до Красноярска за 500 рублей. И у меня это до сих пор вот из сердца не ушло. А у Василия Баранова, который переехал в Москву около полугода назад, из сердца не уходит грязь из красноярских маршруток. Красноярцы настолько травмированы чудовищным общественным транспортом. Василий Баранов никогда не ездил за рулем. Считает себя прирожденным пешеходом. Что они, мне кажется, еще будут очень долго не хотеть заходить, даже если появятся чистые автобусы, чистые трамваи. Ну, потому что, ну, вот у меня у самого травма за все эти годы, то есть все годы жизни в Красноярске я видел разбитые автобусы, в час пик переполненные. Общественный транспорт чудовищный. Эта проблема решается элементарно. Но нет людей с головой, которые думали бы об общественном транспорте. Есть люди, которые думают о своем кошельке бесконечно. У меня просто сердце кровью обливается. Вот это не просто ведра с болтами, это грязные ведра с болтами. Вот это объективно так. Вот жители пишут и обращаются по состоянию автобуса. Я понимаю их. Ну, просто какие-то коптильные на колесах. И еще одно отличие общественного транспорта Москвы от Красноярска – отсутствие кондукторов. Оплата поездок на совести пассажиров. Да простят меня красноярские кондукторы, но это уже те люди и та профессия, с которой нужно попрощаться. Всем привет, я Сергей Чудинов. Я живу в Пекине почти 5 лет. Если говорить о городском трафике, то здесь движение довольно совсем неинтенсивное. Ну, примерно, слушайте, скорость 30-40 км в час. Это вообще смешно. Есть, конечно, такие хайвей, эстакады. Там можно разгоняться, если, конечно, у вас получится. Но на обычных дорогах движение довольно слабенькое. Попасть в какое-нибудь там дорожно-транспортное происшествие практически невозможно. Но летального исхода не бывает, если только, не знаю, метеорит упадет. Вот. И плюс еще, конечно же, есть выделенные линии как для автобусов, так и для велосипедистов. Велосипеды жутко разгрузили город. Буквально там за несколько месяцев стало меньше такси. Такси стали свободными. Раньше их было просто не поймать. То есть люди на короткие расстояния предпочитают ездить как раз-таки на велосипедах. Моя мама ездит каждый практически будний день от проспекта Свободного до правого берега. Александр Рыгалов предпочитает метро на земному транспорту. Ну, это рассказы для меня какой-то, знаешь, фильм ужасов. Ну, действительно, хоррор. Потому что, ну, и 40 минут я простояла на Копыловском мосту, говорит мне мама. Ну, а потом, в общем-то, коммунальный. Ну, примерно так же мы приезжали. Для меня сейчас это действительно дико. Город на Неве окутан транспортными сетями. Питерское метро вообще мировой рекордсмен. Его туннели пролегают на глубине 70-80 метров. Самый длинный эскалатор на станции площадь Ленина. Больше 150 метров. Среди наземного тоже есть чемпионы. Санкт-Петербург. Мировая столица трамваев. Протяженность трамвайных рельсов в городе составляет более 600 километров. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Очевидно, ездить на общественном транспорте здесь комфортнее, чем на родине, уверяет экс-красноярец. В общем-то, здесь нет какой-то конкурентной борьбы среди перевозчиков того, что касается автобусов или троллейбусов. Потому что я помню, что в Красноярске даже на троллейбусах умудрялись гонять. Объясняется это поддержкой власти. Субсидии получают и муниципалы, и частники. Причем суммы одинаковые и для тех, и для других. На фоне красноярских проблем с перевозчиками будто параллельная вселенная. А еще Питер стремится к Европе. В городе все больше велосипедов и парковок для них. Но вот с паркоместами для машин, как и по всей стране, плохо. Здесь точно так же, как в Красноярске пытались запустить, точнее запускают. Это все еще процесс, видимо, очень длительный. Система платных парковок, которая, собственно говоря, тоже буксует. Со стоянками сложно, зато легко с ездой. Огромный плюс нашему городу в обустройстве автомобильной культуры, это кады, объездные дороги, развязки, они просто сумасшедшие. Марина Сашенко водила машину и в Красноярске, и в Питере. Сначала переживала, что за рулем в северной столице будет сложно. В любую точку города по этому кольцу можно добраться буквально за считанные минуты. Часы пик в северной столице никто не отменял. Но их легче терпеть, чем в Красноярске, уверены по уехавшей. По их ощущениям, в Питере ситуация на дорогах на пару баллов легче, чем у нас. Привет, Красноярск. Меня зовут Настя, уже почти три года я живу на севере Германии, в Гамбурге. В городской транспортной сети, кроме метро, автобусов, паромов, речных теплоходиков, есть огромная разветвленная сеть вот таких вот городских велосипедов. Они прокатные. Первые 30 минут пользования таким велосипедом бесплатно. Дальше, по-моему, 6 центов за минуту. Нужно зарегистрироваться в системе. Приезжаешь, выбираешь велосипед, вводишь код и едешь, куда тебе надо. Каршеринг или аренда автомобиля в Сочи также распространена, как и такси. Все, что нужно, водительские права и около полутора тысяч рублей. Это стоимость аренды машины в сутки. За бензин не платите, о парковке не думайте. Но, как правило, каршерингом чаще пользуются местные. Туристы по традиции выбирают машины с шашечками. Весь мир приезжает сюда, отдыхает, все хотят покататься на экскурсии. Рублей 200, 250 по городу. А если в Адлер ехать? В Адлер ехать 800 рублей, 900 рублей. Все лицензионные, спокойно работают, никто их не тревожит. Сколько таксистов у вас получают? Тут у нас 35 тысяч где-то примерно. У нас 50-60. В Сочи, как и в Красноярске, парковки в центре платные. Но не всегда, а в сезон наплыва туристов. С 1 июня по октябрь. Работают с 8 утра до 8 вечера. Один час стоит 50 рублей. Бесплатные места тоже есть, но их ничтожно мало, жалуются поприехавшие. Поэтому в центре Сочи проще передвигаться пешком. Ань, это типичная ситуация на парковке для Сочи, да? То, что все занято. Да, конечно, однозначно. Анна Званцева. За рулем 2 года. За одно лето ее машину эвакуировали 5 раз. Во-первых, это частная парковка. Это парковка вот этого ресторана. А вот там не частная парковка. Там городская. С этой стороны парковаться нельзя, но многие паркуются. Это тоже очень типичное мышление сочинца. Ничего страшного, если я оставлю машину и убегу. А это страшно, потому что ровно через 5 минут приедет эвакуатор. Они здесь работают молниеносно. И твоей машины не будет. Маршрутки в Сочи здорово выручают. Проезд стоит 22 рубля, как в Красноярске. Компактные газели и пазики ездят до 11 часов вечера и практически в каждый уголок города. Кондукторов внутри обычно нет. Водители сами рассчитывают пассажиров. И, похоже, двойная работа их не напрягает. Они и по телефону успевают поговорить за время поездки. А это самый дорогой и самый зрелищный вид общественного транспорта в городе на море – фуникулер. За проезд на таком, например, в Дендропарке заплатите 250 рублей сноса. Но далеко он вас не отвезет. Протяженность канатной дороги меньше километра. Зато виды отсюда ошеломляют. Всем привет! Меня зовут Людмила. И мы с вами находимся в Бельгии, в город Брюссель. Логистика в Брюсселе развита очень хорошо. Автобусы, метро, трамваи ходят с очень хорошей регулярностью. На метро можно в течение 15-12 минут добраться почти в противоположную сторону. Этим, конечно, это очень удобно. Поэтому я на машине здесь не езжу. Это неудобно и это очень дорого. Расшрут 11-й. А мы, где вокзал Самуи? Такси по городу висят недорого. Влад Рыбаков, оператор проекта «Пора валить». Общественного транспорта на острове Самуи нет. Такси чудовищно дорогое. От 500 рублей за поездку. Так что особенности тайской езды мы ощутили на себе. Взяли на прокат старенький пикап. Мало того, что красноярцам тут приходится привыкать к левостороннему движению, так еще и мопедисты следишь не столько за собой, сколько за ними. По статистике на тайских дорогах каждый день гибнет 60 человек. 7 из них – дети. По данным Всемирной организации здравоохранения, Таиланд – вторая страна посмертности в ДТП в мире. Как у нас создана федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», на которую в этом году на край выделено почти 3 миллиарда рублей, так и в Таиланде. С 2011 года работает программа «Десятилетие безопасности дорожного движения». Но пока не слишком эффективна. И несмотря на риск, байк все равно лучший друг человека в Таиланде. Не умеешь – жизнь научит. Тайские дети водят байки с 5 лет. Вам не нужна машина в основном. Вы используете постоянно байк. Станислав Ткач, тренер по юге. Недавно продал машину. Уверен, байка на острове предостаточно. В основном ездят вот на таких 150-кубовых, 125-кубовых байках. Полного бака мне хватает на неделю свободно. То есть бак заливает от 200 рублей. Кстати, бензин. Для нас тема больная. 95-й в Красноярске вырос почти до 43 рублей и продолжает расти. В Таиланде он стабилен. Как стоил лет 5 назад 31 бат, так и стоит. Правда, по-нашему это 62 рубля за литр. Так, 315 бат за 10 литров отдаем почти 650 рублей. Старую иномарку на острове можно купить за 120 тысяч рублей. Скажите, дорого, но в Тае нет понятия БУ-рынка. Пока машина на ходу, она в цене. Здесь особо не разгонишься. Введено ограничение по всему острову 30 км в час. Ну, как бы особо его никто не соблюдает. Владимир Лалитин. Не в восторге от тайских дорог. Дорога узкая. Так, только две машины разъезжаются. Дорожных полицейских на Самуе мы не увидели ни одного. И когда нет рейдов, тайцы и туристы вообще позволяют себе многое. Ездят без шлемов, в багажниках и даже на крышах. Зато в случае ДТП, даже если виновен тайец, отвечать придется иностранцу. И при всем этом безобразии, культурой вождения в Тае красноярцы довольны. Все расслаблено, без криков, драк. Даже пробки не выводят тайцев из себя. А еще в Тае много платных автобанов. Проезжаешь, платишь 20 бат с 40 рублей, возвращаешься еще 40. И никто не возмущается. Платят все. Как думаете, что должно измениться в транспортной системе города, чтобы красноярцы не уезжали отсюда? А, пора валить, да? Пора валить. Смотрите в следующей серии. Может ли труд сделать из мигранта местного человека? Времени на личную жизнь не хватает. Насколько по уехавшим легко открыть на чужбине свое дело? Здесь меньше взяток. И могут ли бывшие красноярцы рассчитывать на серьезный карьерный рост? Для них мы всегда остаемся периферией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова